Девушки отдыхают Когда я спросил нашего шеф-редактора, какие у нас на этот раз ожидаются сюжеты, тот ответил ваконично. Сироты, шлюхи и детское насилие. Вот так и живем. Есть, конечно, темы и поприятнее. Вот меня к 60-летию наградили знаком за заслуги перед Одессой. Но сложностей у меня хватает, а у страны и подавленные. Подписание президентом США акта Магнитского вызвало у российских депутатов желание дать адекватный ответ. Для этого есть все основания. Учитывая бесстыдство американского акта именем Магнитского, американцы замаскировали удар совершенно в другую цель и защиту совсем иных лиц. Значительную часть списка тех, чьи права человека якобы нарушены в России, составляют вархабитские экстремисты. Достаточно назвать Нустапа Абдурахманова, его ликвидировали, когда он отстреливался от ОМОНа, или похищенного, так сказать, Ислама Умар-Пашаева. Мало кого удивит, если на основе подобных списков жертв, список российских должностных лиц, подпадающих под санкции, включат тех, кто борется с терроризмом на Кавказе. Характерно и то, что сами Соединенные Государства Америки переполнили военную базу Гуантанамо подобными персонажами, объявив их опять же ваххабитскими террористами. Вывод очевиден. СГА борются с радикальным терроризмом, когда он направлен против них, и приветствуют, когда он направлен против России. В общем, логично было бы переименовать акт Магнитского в акт ваххабитского. Это будет куда ближе к истине. Однако ответ нашей Госдумы на этот акт вызывает смешанные чувства. Совершенно справедливо ввести санкции против тех в США и по всему миру, кто нарушал и нарушает права граждан России. Будь то усыновленные американцами дети, чьи смерти часто оказывались безнаказанными, или Виктор Бут и Константин Ярошенко, по сути захваченные в США в заложники, этот симметричный ответ был бы абсолютно оправдан. И направить острее российского закона против тех, кто не расследовал преступления против наших детей, тоже было бы совершенно справедливо. А вот желание депутатов пристегнуть к этому ответу полный запрет на усыновление российских детей американцами, вызывает пока больше вопросов, чем ответов. Запрет на усыновление российских детей гражданами Соединенных Государств Америки или других стран, где совершаются аналогичные преступления местных усыновителей против российских усыновленных, представляется мне слабо обоснованным. Судя по доступной мне части статистики, такие преступления за рубежом случаются не чаще, чем в нашей собственной стране, причем и в абсолютном исчислении, и в пересчете на одного усыновленного. Если депутаты располагают другой статистикой, ее следовало бы довести до всеобщего сведения, чтобы снять, как говорят в англосаксонской юриспруденции, всякое разумное сомнение. Кроме того, сама процедура усыновления за рубеж не раз совершенствовалась. Наши дипломаты и прочие уполномоченные лица добиваются все большей возможности следить за судьбой усыновленных и защищать их права. Именно внешнеполитический контекст этого решения самое в нем проблематичное. Лично я в течение многих лет выступал за принятие этой меры. И потому что усыновленные дети за рубежом часто остаются беззащитны. И потому что они утрачивают свою национальную идентичность. Я жестко спорил с теми, кто прибегает к гнусноватому аргументу, мол, жизнь в России – ад. Так что пусть хоть детки усыновленные поживут по-человечески. По этой логике нам вообще надо распустить свою страну и всем эмигрировать. Я уж не говорю о торговле живым товаром, усыновительном бизнесе, рассветшем вокруг желания иностранцев получить детей из России. Но именно потому, что такое решение в принципе справедливо. Именно потому, что своими сиротами нам следует заниматься самим. Его не надо принимать на скорую руку и в качестве некой политической мести США за Магнитского. Это надо делать в контексте реальной защиты сирот в наших детдомах и в наших семьях. Необходимо облегчить усыновление. Сделать его, если не выгодным, то хотя бы не обременительным для наших граждан. Покончить с таким явлением, как незаинтересованность администрации детдомов в том, чтобы детей оттуда забирали в семьи. Впрочем, посмотрим сюжет о сложностях сиротской жизни в России. Трое старше в школе, младше и занято игрой. Не хватает лишь Ильи, говорит мама шести приемных детей Ольга Деева. Ребенка, опекунство над которым женщина оформляла шесть лет, ждали все. И дети, и сам Илюша. Пока шли бюрократические споры, Деевы оформили мальчика на патронаж. Взять Илью на постоянное воспитание не позволяла жилплощадь. Но Деевым, как многодетной семье, государство построило дом. Построили и не дали. Потом в России отменили патронаж выходного дня и Илье запретили ездить домой. Мы его навещали, мы это сглаживали. Ну а суициды мы избежали, все. Но ребенок, мягко говоря, пустился во все чашки. То есть он начал пить, курить. То есть на самый вот такой вот возраст пацана подрубили полностью. Вот это благодаря вот нашим чиновникам. Михаил Пименов – директор школы приемных родителей. К нему обращаются сотни тех, кто прошел уже не один замкнутый круг по органам опеки, полиции и врачам. Но если вы сходите сначала, сгодите кровь из вены, а потом пойдете в наркологический, в наркологах всегда с вами вопрос, а что это у вас за следы на руке? Не наркоман ли вы, понимаете? Мама шестерых приемных детей говорит, в нашей стране как будто дефицит сирот. Родители годами стоят в очередях за малышами, а потом бросают эту идею и остаются одиноки. Это очень сложно. Люди там стоят в очередях, кому-то отслюнявливают огромные тоже вот суммы на подарки, чтобы им кто-нибудь подобрал что-нибудь. То есть это тоже своего рода вот этот черный бизнес на детишках. Впрочем, речь идет только о малышах, которые живут в домах малютки. Грудничков приемные родители готовы разобрать хоть завтра, но детским учреждениям это невыгодно. Если некого будет содержать, приютам грозит расформирование. Дальше ребенка передают в детский дом, там такие же сотрудники также боятся лишиться работы. Сирот финансирует государство, суммы везде разные, но не меньше 40 тысяч рублей в месяц на одного ребенка. Точных данных нет, но по словам директоров детских домов, ну, эта сумма гораздо больше. Справку, что вы не преступник, придется получать две недели, проходить медобследование около двух месяцев. Затем, когда до окончания срока документов останется всего месяц, опекуну предстоит доказать, что его квартира достойна приемного ребенка. Плюс решение судьи. Не успел, собирай документы по новой. Допустим, пропустили добрые органы опеки. Выходят злые СССР, говорят, ага, у тебя тут столько-то человек, а у тебя один унитаз. Все? Не соответствует? Одну маму попросили принести, что жильцы подъезда не против, если она возьмет под опеку ребенка. Отстоять Илью, казалось бы, в опытной семье, где мама педагог, а папа юрист, Деевым так и не удалось. Тем временем мальчику исполнилось 18 лет. Где он сейчас, они не знают. Татьяна Тарабукина, Евгений Легковец и Геннадий Талочкин. Реакция Вассермана. Если депутаты не озаботятся проблемой сирот в самой России, и немедленно их обязательно обвинят в использовании детей в качестве заложников большой политики. Собственно, это уже происходит. После откровенного провала несанкционированной акции оппозиционеров на Лубянке, превратившейся из марша свободы в хоровод у камня, белоленточная общественность явно ищет, где там новое правое дело, чтобы за него попало. Годовщину протестов российская оппозиция вообще отмечает в явном упадке. Дело не только в катастрофическом падении численности участников акций. Его уже не спрячешь никакими манипуляциями с разницей между цифрами, называемыми ГВД, и цифрами самих организаторов. Дело в потере политического чутья. То высокопоставленный патрон нашей оппозиции, экс-министр финансов Алексей Леонидович Кудрин, заявляет, что России нужны мигранты, как можно больше мигрантов, поскольку наше население якобы нетрудоспособно. То оппозиционная тусовка, по сути, игнорирует студенческую запастовку Российского государственного торгово-экономического университета против составленного минобразом черного списка неэффективных вузов. Поддержать студентов приехали лишь некоторые левые оппозиционеры. Другими словами, реальные проблемы народа, затопляющие страну миграционный поток, разрушение нашего высшего образования, оппозицию, похоже, больше не интересуют. Зато их интересует то же, что тревожит международных финансистов и американскую внешнюю политику. Впрочем, торопливость наших депутатов в запрещении всего и вся может еще сыграть оппозиции на руку. Вполне возможно, что скоро новость о громком убийстве в московском метро 28-летнего Андрея Клочкова будет выглядеть так. Группа тех, кого нельзя называть, сделала с кое-кем понятно что. Именно такое будущее готовит нам законопроект о запрете называть национальность и место рождения преступников, внесенным в Государственную Думу Московской городской думы. Глава комитета Госдумы по делам национальности Гаджимет Сафаралиев, поддержавший законопроект, даже пообещал, что он может стать частью новой концепции межнациональных отношений. Идею запрета упоминания национальной принадлежности преступникам охотно поддерживают представители нескольких северокавказских республик. Как раз тех, откуда вышла заметная доля российских преступников. Точнее, доля этих национальностей среди преступников заметно выше, чем среди населения Федерации в целом. Почему преступников там много, понятно. Уничтожение нашего хозяйства под красивым лозунгом рыночных реформ сказалось на Кавказе особо болезненно. Увы, люди, оставшиеся без средств к существованию, ищут эти средства где угодно и как угодно. В том числе и на противозаконных путях. Но не надо забывать и то, что на этом фоне нищеты, рассвета ваххабистского терроризма, попыток от него откупиться с помощью сверхдотаций, воскресают, казалось бы, забытые архаические нормы поведения и ценности. Мол, настоящий мужчина не работает, берет все силой, а если что, пускает вход в нож. А уж когда безнаказанность поощряется на уровне республик, отключаются, видимо, всякие тормоза. На этом фоне впечатляет требование уполномоченного Чеченской Республики по правам человека Нурдину Хаджиева к Верховному суду России смягчать меру пресечения выходцам с Кавказа. Мол, к ним относятся предвзято. Но если мы замалчиваем национальность преступников, мы тем самым не уничтожаем подлинные причины преступности, наоборот, мы способствуем их сохранению и даже усилению. Преступность в целом не имеет национальности. Каждый конкретный преступник имеет. И пока мы это скрываем, преступников будет все больше. Горячее обсуждение вызвало на этой неделе и еще одна инициатива, которую давно отстаивает депутат Сафролеев. Широкой публике он стал известен как сторонник вывода интимных услуг из сферы криминала с целью пополнения региональных бюджетов. Или, проще говоря, как сторонник легализации проституции. С тех пор инициативу поддержало немало разных политиков. А вот среди самих работниц этой отрасли данная идея, как оказалось, поддерживают не все. Лидер Ассоциации секс-работниц России Ирина Маслова в интервью московскому комсомольцу заявила, что легализация проституции может привести прямо к противоположному результату. Легализация может привести к тому, что женщина будет лишена права отказать клиенту, как продавец в магазине не может отказать покупателю. Помимо превращения проститутки в безотказного работника, легализация также раскроет анонимность, ставя на женщину позорное клейму на всю жизнь. Впрочем, давайте посмотрим сюжет о разных точках зрения на эту проблему. Катя – самая известная путана России и не стесняется рассказывать о своей профессии в интернете под псевдонимом «проститутка Кэт». Но при этом совершенно не готова к тому, что вся страна будет знать ее в лицо, а переход на легальное положение будет означать и публичное признание в торговле собственным телом, и соответствующую запись с трудовой. Никакая маска тут не спасет. Выйти из тени придется во всех смыслах. Как эта запись будет смотреть в трудовой книжке? Как проститутки люди будут обрисовывать? Что там, проститутка не мечется, там, сосальщики первого разряда. Ну, вариаций-то много, да, понимаете? Большинство женщин не заявит открыто, что они проститутки. Они будут заниматься той же самой проституцией, нелегальной, если это можно так сказать. И также они будут отстегивать ментам и все остальное. Хотя, получив легальный статус, жрицы любви будут в праве требовать защиты у той же полиции. Другой аргумент в пользу законной проституции – миллиарды, которые варятся в этом бизнесе, будут поступать в государственную казну в виде налогов. Но здесь, по мнению профессионалки со стажем, загвоздка будет в самих кутанах. И на опыт стран, где проституция давно узаконена, ссылаться бесполезно, считает Катя. В России проституток не примут и не поймут. По словам Кати, 99% проституток хотят оставить свою профессию, но не готовы жить на меньшие деньги. Или просто не знают, чем еще можно заниматься. У Кати есть дело. Рассказы, которые она публикует на своем сайте, каждый день читают десятки тысяч пользователей интернета. Тем не менее, проститутка Кэт до сих пор принимает по одному клиенту в неделю. Сразу отмечу. Я еще в юности дал сдуру обет целомудрия, а посему судить о проституции могу только теоретически. С моей точки зрения, качественное различие между нею и просто беспорядочным половым поведением именно в экономической стороне дела. Если работать не ради удовольствия, а за деньги, очень скоро они оказываются смыслом жизни. Насколько я могу судить по прочитанной мною части сведения о проституции, в наши дни безысходность приводит в нее куда реже, чем личная склонность к халяве. Разве что в лихие 90-е массированное истребление хозяйства выбросило миллионы людей просто на улицу. Теперь же найти место, позволяющее жить не впроголы, может в нашей стране почти каждый. Проститутки же, когда оказывает весь мировой опыт, очень скоро теряют большинство рабочих навыков и вернуть их в сферу нормального производительного труда оказывается довольно сложно. Вообще же, декриминализовать это занятие и прям стоило бы. Просто потому, что порог загнанных подполей куда разрушительнее явного и нескрываемого бедствия. Теоретически запрет называть в СМИ национальность преступников направлен на установление межнационального мира. А практически это маскировка безнаказанности и неподсудности для преступников из определенных регионов. Теоретически, даже в православных странах в былые времена не запрещались желающим торговать с собой женщинам делать это легально. Зная, что исправлять людской нрав надо начинать не с запретов, а с нравственного перерождения. Как его исправила, к примеру, Святая Мария Египетская. А вот практически в условиях коррумпированности нашей системы подобная легализация может привести не к легализации дам, торгующих собой, а к легализации рабского труда, принуждения и торговли живым товаром. Это будет легализацией не столько проституции, сколько сутенерства. В любом случае вопрос о проституции явно не входит в число первоочередных задач наших депутатов. Есть проблемы гораздо острее. В связи с обсуждением закона об усыновлении, в прессе приведено немало фактов ужасающего обращения родителей в нашей стране со своими родными детьми. Сравнение, конечно, некорректное. Ведь если выкатить статистику чудовищного обращения с родными детьми в американских семьях, список будет ровно настолько длиннее, насколько больше жителей в СГА по сравнению с Россией. Но за эти факты часто забывают еще одну сторону вопроса. Насилие детей друг против друга. Российский интернет накрывает волна записей избиений, пыток и унижений, которым наших детей подвергают наши же дети. Очень часто избивают лишь для того, чтобы заснять это на видео. Как себя вести в подобных обстоятельствах и как избежать опасности? Посмотрим сюжет. Вот мы идем, и они отсюда выскочили. Причем это было вообще внезапно. Неделю назад фотомодель Аню избили в подворотне. Девушка робко рассказывает, как незнакомые мальчики подумали, что она мальчик, который переодевается в девочку. Вот с этого у меня даже страшного не было. То есть вообще испугаться даже не успели. Меня просто вот как ветром сдуло. И вроде побили не сильно, но унизили как никогда. Для того, чтобы как можно больше людей поучаствовали в избиении, существует интернет. Сложно забыть, как кто-нибудь распиливает человек бензопилой на множество частей. Да, и такое было. Лика несколько лет работает модератором сайта. Она решает, появится видео на сайте или нет. То, что раз попало в сеть, остается там навсегда. Здесь установка идет на добро изначально. Установка на то, что пользователь загрузил нам ролик с целью поделиться, что он разместил хороший контент. Если установка идет на зло, специальная программа должна уберечь пользователей от такого зрелища. Но оказывается, если человека бьют в кадре, это не повод выключить интернет-телевизор. Чтобы удалить такую картинку, кто-то должен пожаловаться администратору сайта. Аня об этом не знала. Мне обещали люди найти своих знакомых, чтобы они просто взломали страницу, в принципе, реально. Но я бы жду, пока не сделаю. И вчера мне только написали, что администрации там напиши. Но я, честно говоря, вот это слабо уверен, если честно. Когда они там это прочитают? Прочитают. Но пока удалят один ролик, появятся еще тысячи. Здесь молниеносно размещают гигабайты информации, а обычную жалобу рассматривают до трех дней. Мы принимаем внимание, во-первых, по сторонам автора ролика. И учитываем мнение пользователей, которые посмотрели. Если количество жалоб на этот контент увеличивается, то он может быть удален. Но для Ани каждый день на счету. Ведь чем дольше видео висит в широком доступе, тем больше людей его посмотрят. На самом деле очень неприятно, потому что это же не черный пиар. Это неиздительно реально. И самое главное, удалить запись до того, как ее посмотрят, невозможно. Сначала ролик, и только потом проблемы до разбирательства. И никакой цензуры. Если, конечно, это не видео, запрещенное законом. Михаил Полковников, Виктор Краснов. Реакция Вассермана. Насколько я могу судить, коллективная травма существует в школе с незапамятных времен. Я сам был предметом такой травмы в младших классах. Так что к концу пятого дело дошло до коллективного избиения. После этого перевелся в другую школу. А там, к своему стыду на всю остальную жизнь, стал соучастником травли одноклассника. Именно из страха вновь оказаться предметом массовой ненависти. И очень часто виноваты в подобных историях не только дети, но и педагоги. Они иногда тайно, а иногда и открыто натравливают учеников на тех, кого недолюбливают. Сейчас это традиционное для школ несчастье стало предметом всеобщего внимания только потому, что появилось множество средств привлечения такого внимания. В каждом мобильнике фото и видеокамера. Интернет доносит любой выложенный кадр до всего мира. Я надеюсь, что этот Новый год не станет последним, который мы встречаем при свете новогодних елок. А вот для жителей многих европейских городов это, увы, именно так. Власти столицы Бельгии, Брюсселя, заменили новогоднюю елку, якобы оскорбляющую чувства у мусульман, абстрактной композицией. Датский город Коккедаль отказался от елки, поскольку исповедующие ислам лица уже составляют большую часть его горсовета. В Англии три четверти компаний запретили украшать офис к Рождеству, поскольку боятся оскорбить те или иные религиозные чувства. Эта мода начала, увы, доходить и до нас. В Казани на днях разгорелся громкий скандал, когда начальница мусульманка указала, что новогодние и рождественские украшения в офисе задевают ее религиозные чувства. Такое поведение нелепо, помимо прочего, еще и потому, что ислам почитает Иисуса, хотя и не как Бога, но как одного из величайших пророков. Те, кто мешает рождественским праздникам, невежественны и в христианстве, и в исламе. Но паническая боязнь задеть религиозные чувства мусульман связана с тем, что во многих странах Европы количество мигрантов из исламских стран превзошло разумные пределы. Приезжие очень часто пытаются силой или числом навязать принимающей стране свои порядки, не понимают, что вредят прежде всего самим себе. Именно этого часто не понимают те, кто возмущается, когда москвичи во многих районах встречают штыки попытки строительства мечети. Недавно мэрии Москвы пришлось в очередной раз опровергать информацию, что она согласовала строительство исламских центров в Бутово, Люблино и на шоссе энтузиастов. Некоторые мусульманские деятели заговорили об исламофобии москвичей. Хотя стоило бы, наверное, задуматься о другом. Мусульмане и христиане последние столетия жили в России мирно и дружно. Но сегодня, когда жители крупных российских городов слышат слово «мечеть», то думают, увы, не о прекрасной архитектуре и не о мелодичном чтении Корана, а о скоплении десятков тысяч нелегальных мигрантов, то есть людей, уже нарушивших наш закон и готовых нарушить его еще раз. Мы вынуждены принимать в расчеты горький опыт Евросоюза, рискующего остаться территорией без Нового года и Рождества. Поэтому, чтобы победить исламофобию, нужно сперва устранить реальные поводы для страха, а уж затем медленно и с любовью преодолевать иррациональные предрассудки. А пока до свидания. До встречи в Новом году, в котором, я надеюсь, не погаснет ни одна новогодняя елка. С вами были Анатолий Вассерман и Егор Холмогоров. Редактор субтитров А.Семкин